На дворе морозно, снег еще летает, Все мужчины мерзнут, я от женщин таю, Превращаюсь в водку на хмельной пирушке, Хлопните по стопке с праздником старушки. Я холодной водкой изнутри согрею, Больше и не надо старому еврею. Копирайт мой, мое стихотворение, Прошу воровать, но при этом ссылаться на меня. Зона Лазерсона с вами, друзья. Я думаю, что сегодня в основном все женщины Уже получили свою дозу мимозы. Я сегодня говорю в рифму, дозу мимозы получили. А теперь главный подарок появился на ваших экранах смартфонов, Ноутбуков и прочих гаджетов. Главный подарок, это я, Ну, чтобы вы поняли, что я говорю все-таки о себе. Имею право. Сегодня я вам покажу, дорогие мои женщины, Десерт, который посвящаю вам. Я не настаиваю на том, Чтобы вы сегодня его обязательно воспроизвели. Нет, может быть, это будет полезно и мужчинам, Которые, может быть, в следующий раз вам сделают такой десерт. В общем, посвящение женщинам. Я на самом деле вас очень люблю, Хотя иногда, конечно, пытаюсь вас чем-то уколоть. Но все эти уколы, они идут только от любви. Вот серьезно, только от любви. Десерт, который я называю чизкейк наоборот. Вверх ногами. Ну, надо же как-то сегодня дать вам что-то необычное. Хотя все будет обычное. И это будет порционный чизкейк, который не надо печь. Я сегодня обойдусь без духовки. Духовка, это, знаете ли, наш главный такой фетиш на канале стал. Чизкейк, наоборот, без духовки порционный. Давайте с вами вспомним, ребята, что такое чизкейк, когда его пекут. Это некая основа из теста, из печенья. В общем, какая-то хрустящая основа. На ней сырная масса, то есть сырная такая штуковина, которая является главной в этом десерте. А сверху часто кладут ягодки, ягодное желе, что-то такое. То есть внизу хруст, посередине нежность. И сверху тоже достаточно нежная штука. А я сегодня переверну его вверх ногами, этот десерт. И сейчас я займусь желе. Потому что желе ягодное у меня будет снизу, как вы понимаете, а не сверху. Я возьму сегодня черную смородину. Посмотрите. И подварю ее сейчас быстренько. Вот она сейчас поступает в сотейник. Немного воды. Это все так, чтобы было густое пюре, может быть, на выходе. И нагреваю. Ну, сахар, как вы понимаете, ну, разумное количество сахара. Вот сейчас это все закипит. А теперь послушайте старого повара. Вы навряд ли догадаетесь сейчас, что находится вот в этой рюмашке. Ну, видно, что-то темное, да. И я начну сейчас с бани. В какой женский день не поговорить про баню. Однажды я был в бане в Риге. И там мы были в бане с моими коллегами, с шеф-поварами. И там в том числе был шеф-повар, мой товарищ, по тем временам шеф-повар президента Латвийской Республики. И мы с ними беседовали про латвийские традиции. О чем еще беседовать в бане? Все же мужчины всегда беседуют о кулинарных традициях. Я это знаю. И вот мы беседовали. Вы знаете, что мне рассказал мой коллега? Он мне рассказал, что самый лучший типаж глинтвейна, который готовится вот в Прибалтике, в частности в Латвии, это когда смородиновый сок, внимание, смородиновый сок, черный смородина, либо смородиновый нектар, греют, ну, потому что глинтвейн горячий, это тип глинтвейна, с сахаром, и добавляют туда, вы уже поняли, да, вы уже поняли, рижский бальзам. Потому что сочетание по вкусу рижского бальзама и смородины умопомрачительное. И потом в горячем виде пьют. Вот я решил сегодня это сделать, дорогие дамы. Я сейчас при изготовлении желе из черной смородины для чизкейка добавлю немного рижского бальзама. Причем сейчас есть уже рижский бальзам со вкусом черной смородины. Это не обязательно, повторяю, это делать не обязательно, только с черной смородиной будет уже хорошо. У меня просто рижский бальзам есть. Я вам его показал, а теперь пока поставлю рядышком, чтобы не забыть его добавить. Вот смотрите, очевидно, что это черная смородина была замороженная. Здесь не надо запариваться. Ну, в марте, где мы сейчас возьмем смежную черную смородину? Малину я вижу, там чернику я вижу. Замороженная ягода вполне себе хороша. Значит, вот у меня эта штукенция уже разварилась. Поварилась уже, смородина стала мягкой. Теперь я превращу его в однородную массу. Значит, я сейчас возьму блендер и, так сказать, говоря таким непраздничным языком, пюрирую это. Пюрирую. Вот я сейчас пюрирую. Вот у меня есть такое, ну, не очень густое пюре из черной смородины с сахарком. Значит, не забываю святое. Повторяю, это не обязательно, но желательно. Добавляю немного бальзама. А вот в этой рюмашке у меня, видите, что-то сыпучее. Это растворимый желатин. Да, это просто желатин, который не надо замачивать в воде. Я сейчас его добавлю. Вот так вот сыпану вот сюда. В пропорции, смотрите на упаковке, сколько желатина надо на количество жидкости. У меня это не жидкость, у меня это пюре. Поэтому можно уменьшить процентов на 20-30 количество желатина по отношению к количеству жидкости. Потому что, повторяю, это не жидкость. Но в упаковках желатина все есть. На какое количество, чего он нужен и какое его, так сказать, соотношение. И видите, что я делаю? Я не кипятил желатин и алкоголь. Я хочу, чтобы там немножко алкоголя даже осталось. Желатин вообще кипятить нежелательно. Поэтому, видите, я пюрировал. Нагревать я больше не буду. Сейчас просто растворю желатин опять с помощью блендера. Вот есть. Ну, теперь, как вы считаете, я могу это рассматривать уже как объект? Нет, потому что семечки есть. Здесь есть неоднородность. Я хочу, чтобы было идеально. Потому что я все это все-таки, знаете ли, для женщин. Поэтому мисочка, поэтому сито и поэтому лопатка черного цвета, потому что сегодня праздник. Я делаю вот так. И сейчас с помощью силиконовой лопатки я, во-первых, соберу со стенок все, во-вторых, протру. И у меня все лишнее останется на сите. Видите, то, что у меня осталось, это как раз я не хочу, чтобы пошло в десерт. А сейчас будет весьма забавная вещь. Десерт порционный, и он у меня будет в бокалах. Ну, знаете, это будет напоминать слоеный коктейль какой-нибудь. А у коктейлей бывают бармены, знаете, чего делают? Они панируют бортик чем-то вкусным. Я сейчас вам расскажу об очень забавном сочетании, ребята. Знаете, чем я сейчас запанирую бортик? Для того, чтобы бортик запанировать, его надо увлажнить, потому что на него панировочка наклеивается. Я сейчас отрежу вот так вот ломтик лимона. Вот так вот сделаю такую прорезь в нем. Да, и проведу. Таким образом я увлажню кромку бокала. И вот здесь у меня, смотрите, в этой мисочке дробленый черный перец. Кажется, что это бред, а вот не бред. Попробуйте, как это будет. Потому что перчинки будут попадать иногда из десерта при употреблении. И будет очень интересный вкус. Я теперь делаю вот так. На увлажненный бортик наклеиваю на лимонный сок вот этот перчик. Вот у меня один бортик. И вот второй. И теперь я аккуратно помещу сюда вот это будущее желе. Налью вот так один слой. Ну, немного, да. У меня еще два слоя здесь будет. И вот второй. И вот второй. Теперь, друзья мои, это отправляется в холодильник для того, чтобы желе застыло. Работать будем дальше чуть позже. Продолжаем. Посмотрите. Желе застыло. Вот я переворачиваю. Все у меня стоит нормально. А теперь второй слой. Сам, так сказать, сырный слой. Смотрите. У меня здесь находится такой кремовый сыр. Они разных производителей бывают. Чтобы там не было, главное, огурцов, сладкого перца, грибов. Чистый сливочный сыр. Да. Я сейчас его помещу вот так вот в мисочку. Добавлю сюда сахарной пудрой по вкусу. Почему сахарной пудрой? Чтобы сахар не скрипел на зубах. Это будет уже такой сырный крем. Вот у меня в рюмашке. Ваше здоровье, дорогие женщины, с сахарной пудрой. Сахарная пудра. И немного сливок. Сразу можно много не добавлять. Чтобы немножко жиже был сливочный сыр. Но лучше сначала все размешать. Потому что при перемешивании сам сливочный сыр от трения становится несколько жиже и податливее. Это можно миксером немножко побить, маленьким. Но у меня, видите, сыра немного. Поэтому я справляюсь венчиком. Вот сейчас меня консистенция полностью устраивает. Посмотрите, какая она, да? Знаете, я вот подумал вдруг. К черту миксеры. Потому что это должна быть полностью ручная работа. Ну, я, конечно, разбивал блендером пюре. Но это не считается. А вот главный продукт руками только. В честь женского дня. Ну, и теперь моя задача сделать второй слой поверх этого желе. Да? Я могу, конечно, запариться и маленькой ложечкой выкладывать. Да, пусть это будет неровно, но это будет нормально. Но я все-таки в честь женского дня возьму вот это вот устройство, которое называется кондитерский мешок. Да? Ну, мало ли кому пригодится в жизни. Если ты в него закладываешь в мешок какие-то такие достаточно жидкие компоненты вот сюда, надо его заблокировать, чтобы не вытекало из конца. Надо сделать вот так. Часть мешка заправить в саму насадку. И тогда, видите, у меня ничего не прольется. Ну, и здесь еще существует, например, маленький лайфхак. Так, смотрите, какой. Допустим, чтобы с рук не делать, да, я утапливаю мешок, пакет в каком-нибудь узком сосуде. И тогда мне будет удобно накладывать в него тот компонент, который я хочу положить. Я сейчас возьму лопатку, венчик уже мне не нужен. Силиконовая лопатка сразу позволит мне снять с краев всю начинку, весь сыр. И теперь я аккуратно, чтобы не нарушить, видите, чтобы не нарушить эту каемку из черного перца. Видите, блок у меня остался, теперь я блок снимаю. Вот я блок снял и уже массу подгоняю вниз. Я сейчас ее заряжу вот сюда. Вот так. Один. И вот так второй. Я должен, видите, следить, чтобы не нарушить каемочку. Вот так. И теперь хрустящий слой. Значит, я сегодня возьму печенье. Это савоярди, да, знакомое всем по тирамису, но может быть абсолютно любое печенье. Без глазури, без каких-то там вставок, каких-то джемов, чистое печенье. К чаю, не к чаю, к чему угодно, да, там, Мария, как они там называются, все эти печенья. Я взял это, потому что, потому что оно у меня есть. Если у меня не было, я бы купил что-нибудь подешевле, но у меня просто есть. Значит, я сейчас его превращу в крошку. Хруст будет хороший. Ну, опять же, руками не буду, да, вот у меня есть процессор небольшой. Я сейчас печенье брошу сюда. Превращаю в хруст. Вот у меня получается хорошая крошка. Я не буду пересыпать. Я сейчас вот так вот возьму. Я хочу, чтобы она попала еще, если между стенкой и сырным кремом у меня был зазор, я хочу, чтобы она попала еще в этот зазор. Но я хочу попасть между стенкой и сыром. Вот такая у меня будет штукенция. Ну, и в завершение, да, я приберег пару ягодок. Они заморожены, но это абсолютно нормальная история. Чтобы подчеркнуть черносмородиновость этого, да, я брошу сюда вот так немного ягод. Ягодка даже чуть-чуть подтает, но она не потечет, и будет все хорошо. То есть я этим подчеркиваю, что здесь у меня черносмородиновый вкус. Ну вот, простая штука. Я, признаться, очень люблю такой десерт. Вот, выпекать не надо, духовочка не нужна. И получается хорошая вещь. И важно, что когда ты это ешь, естественно, ложкой, ложка твоя неминуемо будет цеплять край. И в каждой порции этого чизкейка будет немного черного перца, который будет очень украшать блюдо. И еще очень важно понимать, что так же, как и, допустим, порционный тирамису, этот десерт нужно есть правильно. Нужно ложкой всегда уходить вглубь, чтобы в ложке было и немного желе, и немного сырной массы, и хрустящая корочка вот этого, да, из печенья. И тогда ты будешь получать удовольствие. Так что, дорогие дамы, я поднимаю эти бокалы за ваше здоровье. Будьте здоровы и счастливы. С 8 марта Зону Лазерсона с вами. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и дарите эту ссылку друг другу по любому хорошему поводу и даже по любому не очень. Пока.